Ряд важных вопросов для Иванова и его жителей рассмотрели депутаты городской думы на заседании комитетов. Например, обсудили, какие изменения нужно внести, чтобы упростить порядок предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда. Депутат Роман Ефремов считает, что для того, чтобы получить служебное жилье, необходимо собрать слишком большой перечень документов. Процедура эта длительная. Депутаты проанализируют, какие бумаги все-таки можно убрать, чтобы ускорить процесс получения жилья. В лучшем случае, в идеале бы, мы будем это предлагать администрации, чтобы администрация сама ряд документов запрашивала. Одно дело, это ходатайство руководителя, если, например, предприятие, если человек там достоин, и это можно там понять. Другое дело, это справка из налоговой, которую администрация сама может запросить. Другой важный вопрос поднял депутат Игорь Шибков. Выяснилось, что в 2012 году администрации была разработана программа по установке индивидуальных приборов учета в тех квартирах, которые принадлежат муниципалитету. Однако 10 из 12 миллионов, которые были на это предусмотрены, весной экстренно перебросили на ремонт дорог. С условием, как только поступят деньги из областного дорожного фонда, программу по счетчикам возобновят. Однако средства не вернули. Оставшихся 2 миллионов хватит примерно на 20% муниципальных квартир. А потому программу необходимо экстренно возобновить в полном объеме. Если не будет денег, или в этом году, или в следующем, ну в этом, они нужны, нужно подтверждение этого финансирования, то не будет никаких торгов в начале следующего года. Необходимость восстановления программы подстегивает ОДН. Жильцы-бесчетчиков теперь объекты косых взглядов соседей. Однако упрек в этом случае должен быть в сторону администрации, владельца муниципального жилья. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Перемещаем.